80-этажное здание Mercury Space соответствует масштабам, ставшей любимой многими телевизионщиками нашей страны, национальной премии, которая так и называется «Страна». Насколько многогранна и велика Россия, настолько разнообразны и представители фестиваля. Екатеринбург, Ханты-Мансийск, Хабаровск, Улан-Удэ. Кажется, нет такого места, откуда бы не прислали работы на этот конкурс профессионального мастерства. Прежде всего это общение. Общение с коллегами, обмен опытом, обмен впечатлениями, обмен перспективами. На самом деле это очень важно. Собрать всех и показать разноплановость, разнорегионность, разножанровость, обменяться мнениями, поучиться друг у друга. Это, в общем-то, замечательно. Страна большая. Это очень хорошо. За одним столом встретятся Волгоград, Курган, Дмитров, Троицк. На фестиваль «Страна» присылают, как правило, самые сильные работы, ведь конкуренция невероятно жесткая. В составе жюри такие метры тележурналистики, как Оксана Барковская, Кирилл Набутов, Леонид Млечин, Игорь Прокопенко. Под предводительством президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева они тщательно отсматривают и выбирают лучшие работы лучших журналистов, телеведущих. Первое место в номинации «Общий дом» присуждается картине, которая сделана про человека, которого молодые люди, возможно, не знают. Награждается фильм, посвященный доктору Паузу Паустовскому, Константину Георгиевичу Паустовскому, сценарист и режиссер Тихонов, телекомпания «Ника». Всего в нынешнем году Национальная премия «Страна» предложила семь номинаций, среди которых как «Традиционный», «Общий дом», «Большая страна», «Лучший в профессии», так и «Новый». Дневник памяти собрал работы, посвященные 75-летию Великой Победы, и не только. 16 интереснейших фильмов. Выбрать лучший было невероятно трудно. Победителем стала работа «Эпоха Ельцина» из Свердловска. «Большое спасибо. На самом деле очень приятно, что проект, который для нас стал действительно личным, оценили не только. Вот мы действительно, над ним было очень приятно работать. Это была не только работа, это было большое удовольствие». Семь работ было представлено в номинации «Игрового кино. Начало». Первое место заняла короткометражная лента не профессиональных кинематографистов, а сотрудников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних из Якутска. В целом же оценивающий работы в данной номинации Егор Кончаловский отметил уникальность каждого фильма. «Это очень приятный процесс, смотреть эти фильмы и видеть, что действительно люди с огромной любовью относятся к тому, что они делают. Иначе они не стали бы это делать. С одной стороны, и с другой стороны, с удивительной какой-то такой очень простой глубиной, вот я бы так сказал, или глубокой простотой». Наталья Палинова судила еще одну интересную номинацию «Большая сцена». Ее задачей было выбрать лучший музыкальный клип. «Замечательная премия «Страна», на которой я уже не первый год являюсь членом жюри в номинации «Большая сцена». Работы были качественные, их было много, но победил сильнейший, я надеюсь». Гран-при фестиваля получил фильм, снятый республиканским телевизионным каналом из Коми. «Заслуженный артист Булага, работая из Сыктывкара, получает гран-при из рук Эдуарда Соколаева». Ну а уже осенью следующего года будет объявлена 10-я юбилейная национальная премия «Страна». Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Видное ТВ.